В 20-х числах августа любой житель республики сможет бесплатно обследоваться на наличие новообразований на коже. Для этого команда дерматологов соберется в самом центре Южкоролы. В течение четырех дней возле Республиканского театра кукол, что на Патриаршей площади, специалисты кожного венерологического диспансера будут осматривать всех желающих прямо под открытым небом. Все пройдет с соблюдением жестких санитарных мер. Это небольшое, с виду очень простое приспособление, похожее на фотоаппарат, помогает врачу почти со стопроцентной точностью отличить злокачественное новообразование на коже от доброкачественного. Вообще дерматоскопия, то есть осмотр кожного покрова, включая родинки, при помощи дерматоскопа – процедура безболезненная и безопасная, позволяет врачам выявлять опухоль на самых ранних стадиях. Во всем мире заболеваемость раком кожи значительно увеличилась. И Россия не исключение, а Республика Мариэл на фоне Российской Федерации очень выгодно отличается тем, что цифра выявляемости онкологических заболеваний кожи, в первую очередь меланомы, значительно выше, чем в среднем по Российской Федерации. Связано это с тем, что в нашей республике вот эта вот ранняя диагностика, она проходит исключительно эффективно. Вот так, к примеру, выглядит на мониторе врача трехмиллиметровая родинка. Это даже меньше спичечной головки. Самому пациенту не разглядеть угрозы. А специалист при помощи дерматоскопа сразу видит, есть ли признаки злокачественности. Очень интересный признак – розеток, периферические атипичные папулы, псевдоподия. Кроме этого, в центральной части образования мы видим серо-голубой оттенок, который говорит нам о том, что даже вот такое маленькое образование, оно уже имеет инвазивную стадию. Инвазивная стадия – это несколько худший прогноз. Но в любом случае это образование ни в коем случае нельзя оставлять на теле пациента, потому что вовремя удаленная меланома – это практически полностью излеченное заболевание. Если раньше считалось, что меланома удел людей зрелого возраста, в последнее время ситуация сильно изменилась. Связано это и с частым пребыванием молодежи на активном солнце и со злоупотреблением соляриями. Говорят специалисты, ультрафиолет, полученный в больших объемах, повреждает генетический материал и способствует образованию меланомы в нетипичном для этого возрасте. Чтобы не допустить развития онкологического заболевания, необходимо регулярно обследоваться. Дерматологи Морел ежегодно проводят для всех желающих дни ранней диагностики рака кожи. В этом году в связи с ограничительными мероприятиями пройти дерматоскопическое обследование жители смогут вне больничных стен прямо на свежем воздухе. 20, 21, 22 и 23 августа около КАЗ Республиканского детского театра будет работать команда опытных дерматоскопистов из кожного венерологического диспансера. И каждый желающий будет осмотрен абсолютно бесплатно с помощью этой методики. Все наши пациенты будут находиться в абсолютной безопасности, так как мероприятие запланировано с жестким социальным дистанцированием, обязательно бесконтактной термометрией и обработки рук санитайзером. Единственная просьба – приходите, пожалуйста, в защитных масках. Итак, всех желающих пройти дерматоскопическое обследование на наличие кожных новообразований специалисты ждут 20, 21, 22 и 23 августа на Патриаршей площади возле КАЗ Республиканского театра кукол.